Всем привет! Меня зовут Владимир, вы на моем канале. Здесь мы говорим об автомобилях, которые снимаются в кино. В данном видео я бы хотел вернуться к теме классического хот-родинга и поговорить о достаточно известном в США автомобиле из ностальгического фильма Джорджа Лукаса «Американские граффити». Хотя специалисты утверждают, что правильнее все-таки произносить граффити, как это говорят американцы. Фильм вышел в 1973 году и в США данная кинолента является по-настоящему культовой, так как для старшего поколения американцев это практически полудокументальная зарисовка об их молодости. По словам Джорджа Лукаса, этот фильм создавался в то замечательное время нового Голливуда, когда в мире мейнстримного студийного кино появилось сразу множество новых ярких имен. Стэнли Кубрик, Мартин Скорсезе, Роман Полански, Вуди Аллен, Стивен Спилберг, Брайан де Пальма и ряд других знаменитых впоследствии кинематографистов, среди которых был и Фрэнсис Форд Коппола, находившийся в зените славы после успеха своего фильма «Крестный отец». Коппола и Лукас были знакомы еще со времен учебы в университете Южной Калифорнии. Вместе работали над дебютным фильмом Лукаса THX 1138, и в общем-то идея поработать в реалистичном стиле, снять ностальгическую ленту о старшеклассниках на пороге взрослой жизни, принадлежала опять-таки Копполе. Джордж Лукас идею поддержал и, по мнению многих киноведов, написал лучший сценарий за всю свою кинокарьеру, где постарался поделиться своими собственными воспоминаниями о молодости, выпускниках школы, тревоге из-за грядущего поступления в колледж, музыке, девушках и, конечно же, автомобилях в его родном городе Модеста в Калифорнии в начале 60-х. В этой истории нет какой-то одной сюжетной линии и какого-то одного основного героя, есть ряд персонажей, которые в течение ограниченного периода времени взаимодействуют в кадре, общаются, ругаются и живут. Помимо замечательной и в определенной степени даже романтической, полюбившейся многим зрителям атмосферы этой картины, как правило, отмечается еще отличный саундтрек, каждая композиция которого появляется всегда к месту, а также отличный актерский состав. Ну а я, в свою очередь, всегда обращал внимание на классные автомобили, поскольку тут практически у каждого основного персонажа, а ведь они буквально вчерашние школьники, есть свое транспортное средство, при этом зачастую это довольно интересные даже по тем временам модели. По сюжету напомню время действия картины начала 60-х, а если совсем конкретно, то август 1962 года. Часть автомобилей мелькает чаще остальных, но и некоторые айфоновые тоже запоминаются. Отдельно хочется отметить появление в достаточно заметных эпизодах автомобиля персонажа Харрисона Форда. Это тот самый Гессер с Chevrolet 150 1955 года, что снимался в культовой ленте «Двухполосное шоссе», ролик о котором есть на моем канале. Два из трех снимавшихся в этом фильме Шеви снялись и в ленте Джорджа Лукаса, плюс еще один третий автомобиль использовался в сцене опрокидывания и пожара. Но все-таки самым главным автомобилем лента стал Ford Road на базе купе Ford V8 1932 года. Машина Джона Милнера, местного короля уличных гонок, о котором сегодня и пойдет рассказ. На моем канале уже выходило несколько видео о классических ход-родах. Речь там шла о машинах Билли Гиббонса, лидера группы ZZ Top, знаменитом иллюминаторе, чуть менее знаменитом Виски Раннере, а также ход-роде Калифорния Кит из одноименного телефильма 1974 года с Мартином Шином в главной роли. Там же я в общих словах рассказывал об официальной, так сказать, канонической истории появления классического ход-родинга на американской земле, когда в послевоенные годы бывшие американские военнослужащие в погоне за острыми ощущениями и адреналином покупали и модифицировали старые машины 20-х и 30-х годов, выпущенные в свое время миллионными тиражами. Собственно, то, на что хватало денег. Старые, дешевые, совершенно не крутые, но если ты молод, не богат, но при этом дерзок и смекалист, руки у тебя растут из правильного места, и ты готов мириться с полнейшим отсутствием хоть какого-то комфорта, то даже из этого дедушкиного драндулета можно было построить что-то довольно быстрое и эффектное, выкинуть ненужные кузовные элементы, модифицировать оставшиеся, чепнуть крышу, доработать подвеску и рулевое, свапнуть правильные моторы и вуаля, у тебя уже не просто старый драндулет, а самый что ни на есть хот-род. Для знающих и понимающих отличная вещь, еще и зачастую построенная собственными руками, с определенным творческим настроением, и возможно даже стремлением как-то самовыразиться, а это значит, что машина твоя особенная, такой ни у кого нет. Это всегда индивидуальная история, благо видов и направлений в хот-родинге просто море, «Занимайся не хочу». В общем, тот факт, что у молодого парня, уличного гонщика Джона Милнера, был именно хот-род, сценарное решение, учитывая время действия ленты, достаточно понятное, объяснимое и логичное, хотя считается, что в те годы классические хот-роды вновь начали терять свою популярность. Тем не менее, эпоха маслкаров начнется лишь через несколько лет, так что молодежь все еще искала альтернативные способы обходить противника в светофорных гонках. Итак, вот что точно известно об этом киноавтомобиле. По воспоминаниям продюсера Гэри Куртса, работавшего с Джорджем Лукасом над его первыми фильмами, вплоть до картины «Империя наносит ответный удар», студия приобрела данный хот-род за 1300 долларов уже в практически готовом виде, на ходу, обкатанным и готовым к съемкам, что было очень важно, так как мизерный бюджет ленты не позволил бы купить еще один такой автомобиль и переоборудовать его в машины-дублеры. Поэтому во всех сценах, крупных и общих планах, проездах и сценах с диалогами снималась одна и та же машина, которая в итоге не подвела и работала как надо, ни разу не застопорив съемочный процесс. При этом Джордж Лукас, периодически выступавший в роли оператора этого фильма, настоял на использовании специальных креплений к автомобилю, дабы, находясь в полуподвешенном состоянии, лично снимать актеров в крошечной кабине этой машины. Интересно, кстати, что Гарри Курц, не являясь знатоком и ценителем классического хот-родинга, упомянул, что студия не выбирала какую-то конкретную модель, а по сути взяла то, что на тот момент было в продаже. При этом специалист по реквизиту Дуглас Фонкос вспоминал, что основной задачей было найти более-менее эффектно выглядящий Ford 32-го, причем в данном случае имеется в виду даже не совсем год выпуска, а общее обозначение модели Ford выпускавшейся с 32-го по 34-й год со всеми ее версиями и модификациями. Ford Model B, модель 18, модель 40 и да, ГАЗ М1, он же МК, создавался на основе именно этой модели. Понятное дело, что для правильного хот-рода подходил не любой кузов 32-го Форда. Исключения, конечно, были, но чаще всего кастомайзеры набрасывались на купе, а у этого поколения Ford их было два типа. Трехоконное купе и так называемая двойка. Пятиоконное купе, где помимо окон в дверях были еще дополнительные окошки чуть позади. В общем, именно такой автомобиль и попал к съемочной команде американских граффити. Увы, не осталось ни одного снимка машины до всех модификаций, но опять-таки в фильме о съемках рассказывают, что изначально машина была красного цвета, ее перекрасили, заменили передние крылья, чуть модифицировали заднюю часть, установили задний мост от Chevrolet 57-го, переднюю подвеску основательно переделали, при этом постарались добавить как можно больше хромированных элементов, изготовили кастомные выпускные коллекторы и так далее. Вопреки информации, опубликованной на сайтах журналов Motor Trend, Hot Rod Magazine, а также портале Hot Cars, где было неоднократно сказано, что в данном Hot Rod был установлен аутентичный для времени событий фильма Small Block Chevrolet V8 объемом 283 кубических дюйма, это 4,6 литра. Я на всякий случай уточню, что Chevy Small Block такого объема выпускался с 1957-го по 1967-й год. Было 6 версий мотора для разных моделей GM, мощность которых варьировалась от 185 до 283 лошадиных сил, в зависимости от модификации установленного карбюратора и прочего, но, как выяснилось позже, журналисты ошибались, так как, по словам много лет владеющего этим Hot Rod'ом Рика Фигари, установленный двигатель был 327-м V8. Это другая версия Small Block Chevrolet объемом 5,4 литра, выпускавшегося с 1962-го по 1969-й год. То есть некоторое время параллельно с 283-м, который в линейке двигателей считался базовым, а этот опциональным. Данный V8 известен тем, что в версии с навороченным механическим впрыском Rochester Ramjet для Chevrolet Corvette 1965-го года с этого мотора сняли аж 375 лошадиных сил. Плюс именно этот двигатель в 1967-м году заменил знаменитый 350-й Small Block Chevrolet, выпускавшийся аж до начала нулевых. Опять-таки, вопреки распространенному мнению, каких-то серьезных модификаций в двигатель не вносили. Лишь заменили впускной коллектор в Manofree, работающий с четырьмя двухкамерными карбюраторами Rochester 2G, и, как я уже говорил, установили модные кастомные выпускные коллекторы. Плюс еще добавили нестоковые ребристые клапанные крышки без каких-то надписей. И да, безусловно, в среде хот-родинга, как прошлых лет, так и более поздних, нет однозначного мнения, насколько это вообще правильно, ставить в классический Ford двигатель от Chevy. Да, возможно, на момент постройки этой машины данный мотор был мощнее, современнее, технологичнее фордовского флэтхеда, считавшегося идеологически правильным выбором. Но все-таки мотор Chevy Ford, но тут каждый решает сам для себя. Настоящий хот-родер сам себе хозяин. А еще этот мотор появляется в упомянутом фильме California Kid, ролик о котором есть на канале. Там забавный момент, когда открывается капот от рода и поскольку двигатель в нем установлен в несоответствующие времени действия картины, то создатели ленты вставили туда кадры из фильма Джорджа Лукаса. В машине была установлена четырехступенчатая механическая коробка передач BorgWarner T10, шифтер-херст и в общем-то у машины не было каких-то особых выдающихся скоростных показателей. То есть в реальной жизни понятное дело никаких шансов у этого хот-рода против заряженного Гессера с 454-м биг-блоком это 7,4 литра не было, но это кино, поэтому в заездах побеждает тот, кто прописан в сценарии. Кстати, многие звуки в фильме рев двигателей виск-шин взяли из материалов записанных во время съемок фильма двухполосное шоссе 71-го года, который тоже снимала компания Universal. Забавной отсылкой к самому раннему творчеству Джорджа Лукаса как постановщика стал номерной знак «Ход Рода» это, как я уже говорил, название дебютного фильма режиссера. После завершения съемок фильма, как вспоминает Гэри Куртс, студия попыталась вернуть часть потраченных денег, распродавая реквизиты и в частности транспортные средства. Этим занимался транспортный менеджер фильма Генри Треверс, который продавал машины буквально за бесценок. Например, «Желтый ход рот» с киношной историей попытались продать за полторы тысячи долларов, но покупателей в тот момент не нашлось. Ситуация изменилась позже, когда фильм внезапно стал мощнейшим кассовым хитом, заработав 115 миллионов долларов при бюджете 775 тысяч. Для тех лет это просто выдающийся результат. Студия провела несколько аукционов и к 76 году были проданы все автомобили, снимавшиеся в этом фильме, за исключением «Желтого ход рота» и «Ледслед» купе «Меркери» 1951 года. У этой машины, кстати, своя отдельная печальная история. Зато, в числе его владельцев, некоторое время значился даже сам Эдди Ван Халлен, но сегодня речь не о нем. Ход рот, который так и не продали, успел сняться в относительно небольших эпизодах в сериале «Критическое положение» и в печально известном продолжении американских граффити, где Джордж Лукас остался лишь в роли продюсера, после чего, как это иногда бывает, машина осталась стоять под открытым небом на территории студии, где, собственно, она и ржавела приблизительно до начала 81-го года, когда ее, наконец, смог выкупить автоэнтузиаст по имени Стив Финч, уже успевший к тому времени приобрести один из съемочных Гессеров из этого же фильма. Финч вспоминает, что машина была в плачевном состоянии и не на ходу. Тем не менее, он заплатил 4,5 тысячи долларов и сразу же отправил машину на реставрацию, в ходе которой был полностью восстановлен тот самый 327-й V8. Отреставрирован салон, доработано множество мелочей и в целом машина стала выглядеть точь-в-точь, как в знаменитом фильме. Стив Финч утверждал, что кузов не пришлось перекрашивать, его просто отполировали. Позже, после всех восстановительных работ в 1985 году машина вновь была продана некоему, теперь уже знаменитому автоколлекционеру Рику Фигари из Сан-Франциско, но уже за 25 тысяч долларов. В те годы за эти деньги можно было купить практически любую новую модель Cadillac, но Hot Rod уже обрел звездный статус, поэтому с обычными мерками к нему нельзя было подходить. В общем-то, с тех самых пор машина находится у Рика Фигари. Кстати, Гессер он тоже выкупил у Финча. Автомобиль, увы, не так часто появляется на каких-либо выставках и мероприятиях, хотя в конце нулевых ему даже небольшое турне устроили с посещением автошоу в Швеции и даже в Японии, но потом как-то все затихло, тем не менее с Hot Rod и сейчас все в порядке. Он в отличном состоянии и даже периодически катается по дорогам общего пользования. Как гласит подпись на сайте Рика Фигари, это самый узнаваемый Hot Rod в США. Сам же владелец в своих немногочисленных интервью откровенно жалуется на то, что быть хозяином столь известного автомобиля очень непросто. В первую очередь, понятное дело, из-за фанатов. Десятки, если не сотни поклонников этого фильма во многих странах мира строят свои копии, реплики и трибюты желтого купе 32-го года. Кстати, среди них даже были знаменитости. Обладателем одной из самых известных реплик этого Hot Rod был знаменитый гитарист Джефф Бэк. По словам Рика, ему очень часто пишут, так как многим из этих фанатов постоянно нужна какая-то техническая справка, фотография конкретного узла или механизма, ну или просто напутствие и пожелание от владельца оригинальной машины. Но Рик уже в преклонном возрасте, и ему всё это движение и шум уже, если честно, в тягость. Эх, было посвятить преследованию его со стороны владельцев фанатских копий жёлтого Hot Rod Рик признаётся, что к нему в гараж неоднократно пробирались поклонники автомобиля, дабы что-нибудь подсмотреть, измерить, а то и вовсе открутить. Так что ему приходилось не раз вызывать полицию, но в любом случае, вопреки неоднократно опубликованным слухам, продавать эту машину Рик не намерен. Они будут вместе до конца его жизни. Напоследок хочется сказать, что в западной киношной среде принято считать этот фильм Джорджа Лукаса настоящим шедевром своего времени, показавшим, что постановщик в молодости своей был действительно талантливым перспективным режиссёром, способным снимать невероятно душевное, светлое и романтическое кино с живыми интересными персонажами, заставляющие зрителя почувствовать ностальгию и лёгкую грусть по временам и местам, в которых никогда не жил и по ушедшей молодости. Киноведы недовольно фыркают носом, заявляя, что невероятный успех фильма «Звёздные войны. Новая надежда», хоть и запустил одну из самых прибыльных и могучих кинофраншиз в мировой поп-культуре, одновременно с этим лишил зрителей столь талантливого постановщика, который мог снять ещё множество интересных фильмов, но вместо этого полностью посвятил свою дальнейшую профессиональную деятельность далёкой-далёкой галактике. И ничего подобного Джордж Лукас больше не снимал, увы. Но справедливости ради стоит сказать, что сам Лукас на подобные выпады никогда внимания не обращал. А на сегодня всё. Всем сила В-8.